Аркам ТВ представляет Тафсир Суры Ан-Наджм Ислам и вопросы Субтитры делал DimaTorzok Итак, прежде чем перейти ко второму разделу, я хотел бы рассмотреть структуру и организацию первых 18 аятов. Я продемонстрирую вам это с помощью вот такой презентации. Первым, что мы прочитали, была клятва. Всевышний Аллах поклялся звездой Ан-Наджм и сказал, что его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, не заблудился и не сошел с прямого пути, и что это всего лишь внушаемое ему откровение. Дальше говорилось о том, что тот, кто его обучил, является обладателем могучей силы, и что он спустился и приблизился к нему. После этого Аллах сказал, «Его сердце не солгало о том, что он увидел». И неужели вы будете припираться с ним о том, что он увидел? Затем мы прочитали о втором явлении Джибрилля Мирьему. И в конце этого отрывка Аллах сказал, «Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал, и он увидел величайшее из знамений своего Господа». Это фрагменты материала, который мы с вами успели пройти. Я выделил эти строки разными цветами для того, чтобы показать вам кое-что. В самом начале говорится, «Он не заблудился и не сошел с пути». То есть мы видим отрицание двух негативных действий. Теперь посмотрите на самую нижнюю строку. «Его взор не уклонился и не излишествовал». Видите, каким совершенным образом пересекаются эти строки. Кроме того, в начале Аллах сказал, «Это великое откровение, внушаемое ему». А в конце он сказал, «Он видел величайшее из знамений своего Господа». Таким образом, первые четыре аята очень тесно связаны с последними двумя аятами и дополняют друг друга. Теперь обратите внимание, что две строки посередине тоже выделены одним цветом. Это аяты «Его сердце не солгало о том, что он видел». Таким образом, если мы посмотрим на первый, третий и пятый разделы, то мы увидим, что все это отрицание. «Первое». «Третье». «И пятое». Теперь не хватает второго и четвертого раздела. Если вы обратите внимание на второй раздел, то увидите, что в нем говорится «О первой встрече с Джибрилем Мирьему». «А в четвертом, а второй встрече». Эти восемнадцать аятов расположены прекрасным образом. Если обозначить данные разделы цифрами, то мы увидим, что между собой связаны разделы под номером 1, 3 и 5, а также разделы под номером 2 и 4. В Священном Коране встречаются различные вариации подобных структур, и это помогает понять некоторые аспекты толкования Корана. Кстати, это моя собственная работа. Так что, если вы спросите меня, откуда я это взял, то я отвечу вам, как отвечала мне моя дочь. Из моей головы. Это моя работа, и я обсуждаю ее с коллегами. Меня восхищает структура аргументов в Священном Коране. Я думаю, что он действительно устроен сложным и замысловатым образом. Итак, это было небольшое пояснение, чтобы вы имели представление о том, что происходит в первой части этой суры. Сейчас мы переходим ко второй части. И здесь мы сразу же замечаем связь с тем, что происходило ранее. На это указывают слова, но мы поговорим об этом в конце урока. Сейчас же я хочу обсудить общую информацию. Не нужно ничего записывать, я просто кратко расскажу вам о трех богах, точнее, богинях, в которых арабы верили в древности, и о которых упомянул Всевышний Аллах. Это Аллят, Манат и Аль-Узза. В этом аяте будут упомянуты Аллят и Аль-Узза, а Манат будет в следующем. Нам мало что известно об этих идолах, но есть известный труд Хишама ибн-уль-Кальби под названием «Книга об идолах», в которой он провел подробное исследование каждого идола. Есть некоторые сомнения касаемо достоверности этой информации, так как речь идет о доисламской Аравии. Известно, что когда Всевышний Аллах даровал победу мусульманам, мы уничтожили всех идолов и все их святилища, так что у нас очень мало информации о древних религиях. Тем не менее, я поделюсь с вами тем небольшим количеством информации, которая у нас есть. В древние времена Кааба была главным святилищем с идолами, при этом у арабов были святилища по всей Аравии. В святилищах они обычно расставляли своих идолов, а Кааба считалась главным из них. Иногда люди придавали идолам человеческую форму, например, в виде человека с мечом, или в виде женщины, так что иногда идолы были статуями, а иногда это были просто огромные высокие каменные столбы, вроде тех, из которых состоит Стоунхендж. Итак, арабы расставляли своих идолов либо где-то перед Каабой, либо расставляли нескольких идолов в каком-то другом святилище. Например, это святилище посвящено определенной богине. Но строить новое святилище очень дорого, поэтому они ставили рядом идола другой богини. Да, тогда с недвижимостью тоже было тяжело. Тем не менее, было несколько видов идолов. Если это были просто камни, а не статуи, то они назывались ансаб. А если они были похожи на птицу, змею или человека, то назывались аусан или аснам. Все эти слова встречаются в Коране. Поскольку арабы традиционно совершали обход вокруг Каабы, они решили, что именно так и нужно совершать поклонение. Из-за этого они стали совершать обход вокруг всех своих святилищ. Точно так же и с жертвоприношениями. Они стали совершать жертвоприношения у своих святилищ, так как делали это возле Каабы. Это очень важно. Тот же автор утверждает, что многобожие появилось в Аравии после того, как потомков Исмаиля, мир ему, стало очень много. Они расселились по всей Аравии, и их религия стала доминирующей. Их стало слишком много, и они не могли все жить в Мекке, поэтому они расселились по всей Аравии. Но они скучали по Каабе, поскольку она ассоциировалась у них с Ибрагимом и Исмаилем, мир им. По этой причине они брали с собой части камней и совершали вокруг них обход. Скучая по Каабе, они придумали свой собственный ритуал обхода вокруг камней. Позже идолов привозили из Сирии и других мест для различных нужд. Суть в том, что многие из этих языческих обрядов были навеяны Каабой. Это было искаженной версией того, что совершал Ибрагим, мир ему. Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения антропологии и секуляризма. Посмотрите, древние арабы поклонялись идолам и совершали вокруг них обход. А сегодня мусульмане делают то же самое. Должно быть, они узнали об этом от них. Что они сделали? Они поменяли все местами и поставили повозку перед лошадью. Всевышний Аллах сообщил нам о том, что первым было единобожие, а потом люди впали в многобожие. Но эти люди все перевернули и говорят, что сегодня мусульмане совершают обход вокруг Каабы, и в древности арабы совершали обход в Таефе, в Нахле и в других местах. Так что это было традицией арабов. А западные ученые и секуляристы искажают историю. Теперь давайте поговорим о трех богинях, которые были известны под именами Аллят, Манад и Аль-Узза. Богиня Аллят появилась не в Мекке, а в Таефе. Ее идол был в виде девушки или парня. Никто толком не понимал, кто это. Это был огромный камень в форме куба. Несмотря на то, что это была богиня Таефа, Курайшиты тоже ей поклонялись. У нас есть такие имена, как Абдуллах, Абдур-Рахман, Аматуллах и так далее. Наши имена связаны с Аллахом, а у них были имена, связанные с богиней Аллят. Так они называли своих детей. В наших именах есть имя Аллаха, и точно так же они подставляли имя своей богини к своим именам. Позже, после того, как Ислам одержал победу, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, повелел Аль-Мухири ибн Шу'бе уничтожить этого идола, и он сжег дотла ее святилище в Таефе. Это то немногое, что нам об этом известно. Чуть позже мы вернемся к вопросу о том, почему нам так мало об этом известно. Толкователи много рассуждали о том, откуда взялось слово «Ал-Лят». Они сказали. Коренными буквами этого слова, возможно, являются «Лям», «Вау» и «Я», что означает «опираться». Люди опирались на этого идола, преклонялись перед ним, а также они совершали вокруг него обход. Поэтому эту богиню назвали «Ал-Лят». Это то, на что человек опирается, или то, вокруг чего он совершает обход. Почему они поклонялись Ал-Лят? Потому что они опирались на нее. Такой логикой они руководствовались. Согласно другой теории, в Таефе жил один человек, который раздавал людям много еды, когда они отправлялись в хадж. Он всегда раздавал еду, сидя возле большого камня. Поэтому, когда он умер и пропал, люди решили, что он вошел внутрь этого камня и стал богом. Этого человека звали «Ал-Лят». Поэтому идола тоже назвали этим именем. И люди начали ему поклоняться. Люди решили, что он умер и вошел внутрь камня и начали поклоняться этому камню, так как они любили этого человека за то, что он кормил их очень вкусной едой. Итак, теперь поговорим об Аль-Уззе. Аль-Узза появилась позже, чем Ал-Лят и Манад. Аль-Лят и Манад гораздо древнее, чем Аль-Узза. Материал о теофорных именах, то есть об именах, включающих в себя имя Бога или божественный эпитет, взят из исследовательской работы, которую написал Шариф Рандава. Он написал работу о древних божествах, упомянутых в Священном Коране. Мы называем своих детей именами Абдуллах, Абдул-Рахман и так далее. А у них были такие имена, как Таймуллад. Такие имена появились намного позже. Это не древние имена. Это указывает на то, что это божество появилось позже других. Аль-Узза – это женская форма «Аль-А'азз». Например, как женский род – слово «Ахсан» – это «Хусна». Слово «Акбар» – «Кубра». Так и «А'азз» – это «Узза». Вот откуда взялось слово «Узза». Это женский род – слово «самый могущественный». Именно поэтому самой великой богиней Курайшитов была Аль-Узза. Они посвящали ей реки и другие места помимо Ка'абы. Было одно место, которое называлось Габ-Габ. И они сделали его святилищем Аль-Узззи до тех пор, пока Халид ибн-Уль-Валид не уничтожил его. Третья богиня – это Манат. Ее имя образовано от слова «Мани», которое означает «жидкость». Слово «Мани» также означает «сперма». Но еще оно может обозначать «капающую кровь». Они назвали эту богиню таким именем, потому что, когда женщины подходили к ней, у них начинались менструации. Здорово, не так ли? Почему ты поклоняешься Манат? Подожди, сейчас я тебе расскажу. По какой великой причине мы поклоняемся ей? Этой богине поклонялись в Ястребе, городе, который позже был переименован в Медину. Арабы верили, что хадж считается неполноценным до тех пор, пока человек не посетит богиню Манат. Вот насколько сильно они почитали эту богиню. Итак, у нас очень мало информации обо всем этом. Когда ты задаешься вопросом, какое значение имела богиня Аллят, что она делала для людей, какова история ее происхождения, то не получаешь исчерпывающего ответа. Мы знаем историю Тора, например. Дети играют в игру бог войны и знают историю Зевса, по крайней мере, ее игровую версию, а не версию из греческой мифологии. Но какова история появления Аллят? Почему, как считалось, в нее нужно верить? Чему она вас учит? Она вообще когда-то что-то говорила вам? Что вы от нее видели? Слово «видеть» очень важно, потому что в предыдущем отрывке говорилось о том, что видел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и над чем насмехались неверующие и говорили. Что он видел? Иерусалим? Он поднялся в небеса? Да, Всевышний Аллах переводит стрелку на них и говорит. Давайте поговорим о том, что видели вы. Не видели ли вы Аллят и Ал'уззу и еще третью, Манат? Тут сказано «и еще третью Манат», потому что она находилась в Ясребе, который, в отличие от Паифа, расположен далеко от Мекки. «Видеть» означает две вещи. Смотреть и понимать. Вы когда-нибудь смотрели на этот кусок камня? Вы когда-нибудь видели в нем что-то большее, чем просто камень? Вы подвергаете сомнению то, что видит и понимает Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям? Но разве вы сами понимаете своих божеств? Суть видения в том, чтобы понять и прийти к вере. Люди вообще размышляли над этими религиями перед тем, как принять их. Можете ли вы представить себе призыв древних арабов? Смотри, Аллят – это, в общем, камень. Ну, огромный такой камень, на который можно опираться. Не хочешь присоединиться? Приводили ли они убедительные доводы в пользу какой-либо из этих религий? Конечно же, нет. Они следовали этим религиям только потому, что родились в семьях, которые их придерживались, и потому что все вокруг это делали. Они соблюдали все это не потому, что видели в этом истину, а потому что им с детства говорили, «Не задавай вопросов, просто делай так, как делают все». Подавляющее большинство людей на этой планете, которые исповедуют какую-либо религию, на самом деле не интересуются своей религией, в том числе и мусульмане. Большинство мусульман на этой планете являются мусульманами потому, что родились в мусульманских семьях. Они на самом деле не знают, почему они мусульмане. Более того, сегодня их первое знакомство с исламом происходит через критику, и они начинают задаваться вопросом, «Почему я вообще мусульманин? Я никогда об этом не задумывался». Но теперь, задумавшись над этим, я замечаю много проблем. Это случается со многими молодыми людьми. Затем они задают эти вопросы своим родителям, а их родители сами никогда не задумывались о своей религии. Они просто были обязаны молиться пять раз в день и совершать хадж, потому что так говорили им их родители. И это стало для них зоной комфорта. Поэтому, когда их сын или дочь начинают задавать им вопросы, которые услышали от знаменитого тиктокера, атеиста, они не знают, что ответить. Они приходят к выводу, что пришло время для рукьи. Вопрос означает, задумались ли вы над этим? Искали ли вы доказательства? Сегодня такие вопросы задают атеисты. Изучали ли вы Вселенную? Изучали ли вы науку? Как вы можете изучать науку и верить в Бога? Как вы можете изучать науку и исповедовать религию? Сегодня эти вопросы задают атеисты. Но забавно, что Всевышний Аллах задал эти вопросы раньше них. Он не говорил «закройте свои глаза, не изучайте Вселенную, не изучайте науки». Аллах сказал «размышляйте, ищите, изучайте». Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз. Эта религия отличается от всех других религий. Религии Аравии и другие религии по всему миру твердят тебе. Заткнись и следуй. А эта религия задает тебе вопрос, размышлял ли ты над тем, чему следуешь? Ты должен следовать этой религии с открытыми глазами, а не наоборот. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Это революция в религиях. Какая из религий призывает тебя изучать науки? Сегодня ты думаешь, что религия – это одно, а наука – это другое. Но эта религия рассказывает тебе о проектировании. Дзуль-Карнейн учил людей, как построить стену. Дауд, мир ему, изготавливал металлические доспехи. Аллах призывает тебя странствовать и исследовать. Странствуйте по земле. Он призывает тебя задавать вопросы другим религиям, когда ты сталкиваешься с ними. Знаете, как действуют те, кто хочет обратить в свою религию приверженцев других религий? Думаете, какой-нибудь христианин, который хочет обратить людей в свою веру, придет ко мне, к шейху Ясеру, или кому-нибудь более знающему? Конечно же, нет. Они смотрят на тебя и думают, похоже, он мало знает об исламе. Давай-ка я расскажу ему об Иисусе. Суть в том, что чем меньше ты знаешь о своей религии, тем легче будет сбить тебя с пути. Но знаете, что сказано в Коране? Коран призывает нас задавать эти вопросы, раввинам, священникам и самым знающим людям других религий. Аллах не велит нам обращаться к простым людям, которые мало что знают. Он говорит нам задавать вопросы самым знающим и требовать у них доказательств. Приведите свое доказательство. Принесите Тору и прочтите ее, если вы говорите правду. Вот что сказано в Коране. То же самое и здесь. Вы сравниваете это с исламом, хотя сами не знаете, откуда взялись ваши верования. Вы подвергаете сомнению то, что Всевышний Аллах не спасал Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, через Джибрилля, мир ему. Давайте я оповедаю вам истоки всех ваших религий. Истинный источник всех этих верований, психологический. Неужели у вас потомки мужского пола, а у него женского? Вот источник вашей религии. Однако это представляет собой нечто большее. Это указывает на общую черту всех ложных религий и всех форм многобожия. Дочери – это рычаг влияния. Вы следуете религии, в которой у вас есть какие-то рычаги влияния. У католиков это святые. Они носят амулеты с изображениями этих святых и так далее. Почему они так понизили свой уровень? Почему бы просто не носить амулеты с Иисусом? Нет, в их понимании есть Бог и Иисус, а после них – апостолы и святые. Вы опустились на четыре ступени, как я уже говорил. Вы разбираетесь не с директором, а с учителем. Почему они так делают? Потому что святые для них – это рычаги влияния, через которые их молитвы будут приняты. Сыновья были силой, а дочери – слабостью. Поэтому силу они оставляли себе, а слабость отдавали Богу. Кстати, это воплощается не только в вере, но и в практике. Всевышний Аллах говорит, «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Люди предпочитают расходовать из того, что они не любят. Например, в этой стране, если ты жертвуешь что-то, то можешь получить освобождение от налогов. То есть пожертвование вычитается из суммы облагаемого дохода. Так что ты думаешь, эти деньги все равно ушли бы на налоги. С тем же успехом я мог просто отдать их Аллаху. Какой лимит установила налоговая? Такую сумму я и пожертвую мечети. Это сегодняшнее проявление аята. Ты решаешь, что все, что превышает этот лимит, выходит за пределы твоей зоны комфорта. Можно сравнить это с тем, что себе ты оставляешь сыновей, а дочерей оставляешь Аллаху. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями? А себе взял дочерей из числа ангелов? Воистину, вы говорите ужасные слова. Интересно, что поскольку ангелы ассоциировались с дочерьми, а дочери считались слабостью, то получается, что ангелы ассоциировались со слабостью, что полностью противоречит словам Аллаха. Позвольте мне задать вопрос молодым людям в аудитории. Что произойдет, если какой-то молодой человек, сильный, он занимается спортом, и кто-то, проходя мимо, спросит его, «Как дела, девушка?» Что случится, если ты придешь в спортзал и спросишь одного из самых накачанных парней, «Как у тебя дела, девчонка?» Я не уверен, что произошло бы сегодня, но абсолютно точно его бы это оскорбило. Ты вообще знаешь, с кем ты связываешься, когда называешь ангелов девочками и ассоциируешь их со слабостью в тот момент, когда Джибриль, мир ему, и легионы других ангелов находятся где-то рядом? Ты шутишь с Аллахом и его посланником, салли Аллаху алейхи вассалям. А вдобавок еще и с ангелами? Ты совсем тупой. Это на самом деле угроза. Я говорил, что в Коране в каждой суре есть тематические цепочки. Это цепочка из суры «Ат-Тур». Неужели у него дочери, а у вас сыновья? И в этой суре Аллах снова поднял эту тему. Если бы у нас было больше времени, я бы продемонстрировал вам, как эта цепочка развивалась, как она развивается в той суре и как в этой. Но я позволю вам самим поразмышлять над этим. Ведь именно этому мы с вами и учимся. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.